Здравствуйте! Сегодня на нашем мероприятии мы ознакомимся с некоторыми веществами из гриотической системы Нитилеева. Я возьму маленький кусочек натрия и положу его в воду. Я возьму чашечку, налью в нее немножко воды. Добавляю в нее индикатор фенолстолеина. Я убираю натрий подальше. Добавляю фенолстолеина. И кидаю кусочек, уменьшая количество натрия в два раза. Мы его немножко отрежем. И кидаем воду в металлический натрий. Натрий активнее лития, он разогревается. Также натрий может загореться и даже взорваться. Небольшой кусочек металлического магния. Магний это самый легкий металл, который можно держать в руках, не боясь химического азора. В отличие от натрия и калья и лития, которые при взаимодействии используют и будут образовывать диеты еще лучше. Магний менее активный. И его взаимодействие с рукой не будет так активным. Да и еще лучше гидроксид магния мало на своем упаде. Вот сгорает металлический магний с образованием гидроксида магния и воды. Ой, с образованием оксида магния, который в виде дыма вылетучивается. И два, смесь красного фосфора и гертолетовой соли. Эта смесь используется в спичках. Сейчас мы ударим парень из смеси и произойдет взрыв. И как раз при смешивании этих двух веществ, а ими были хлорин, хлорин железа трехвалидный и ротонин калия, Мы получаем ротонин железа, который по своему цвету напоминает цвет гемоглобина крови. Смазываем наши ножи. И сейчас начинает резать. Мы вышли на улицу, чтобы проделать один эксперимент. А увидим взаимодействие большого количества металлического натрия и воды. Огромное количество произойдет выделение водорода и произойдет взрыв. Играет музыка. Играет музыка.